Субботник женского здоровья Департамент здравоохранения Воронежской области нашел очень интересную форму, как ненавязчиво приучить горожан заботиться о своем здоровье, продолжая серию профилактических мероприятий в рамках областного межведомственного проекта «Живи долго». Проводятся они в крупнейших торговых центрах Воронежа. На этот раз представительницы прекрасного пола могли совместить приятное с полезным, обновить гардероб, а затем получить советы медиков. Кого-то интересовала психология семейных отношений, других – преимущество грудного вскармливания и профилактика женских заболеваний. Какие патологии на сегодняшний момент возникают чаще всего? Чаще всего это, конечно, воспалительное заболевание и все, что связано с ними. Длительное нелеченное воспалительное заболевание приводит к спаечному процессу, в итоге приводит к бесплодию. Насколько опасно для женщины откладывать первые роды на более поздний срок? После 35 лет происходит, я не скажу, что гормональное нарушение в организме женщины, но гормональная перестройка. Уже не каждый менструальный цикл сопровождается рождением яйцеклетки. После 35 лет женщине забеременеть сложнее. Плюс еще с возрастом наш организм не становится в общем здоровее, так же, как и репродуктивная система. То есть и забеременеть будет сложнее, и выносить ребеночка будет сложнее, и сам процесс родов будет протекать уже сложнее. Первые роды, оптимальный возраст для рождения детей – это от 18 до 35 лет. Особой популярностью пользовался мастер-класс по самообследованию молочной железы. Это то, что должна знать каждая женщина. Какие основные факторы развития рака молочной железы? Ну, к сожалению, факторов этих много. Рак молочной железы растет. Основные факторы – это, конечно, неблагоприятные условия жизни, это постоянная стрессовая ситуация, в которой наши женщины пребывают. Это возраст женщины. Но, к сожалению, если раньше рак и молочной железы болели в более позднем пожилом возрасте, то сейчас он молодеет. Это всякие дисгормональные нарушения, заболевания по гинекологии, щитовидной железы, гипофиза. Это наследственный фактор. К сожалению, много семей, когда бабушка, мама, сестра и у всех рак молочной железы. Вот все эти факторы влияют на нашу грудь. И я бы хотела, чтобы женщины научились быть внимательнее к себе, научиться бережно относиться к тому, что нам дала природа. Проконсультироваться у высококлассных специалистов пришли и молодые нерожавшие женщины, и те, кто ожидает очередное пополнение в семье. Акция Департамента здравоохранения Воронежской области нашла отклик у воронежцев. А почему пришли на консультацию? Дело в том, что несколько месяцев назад я стала мамочкой и планирую вторую беременность. Поэтому пришла задать специалистам, интересующие меня вопросы по поводу последующих беременностей. А что вас заинтересовало? Меня заинтересовал процесс грудного вскармливания, процесс протекания следующей беременности, в какой промежуток времени может возникнуть следующая беременность, чтобы не повредить для моего здоровья, для здоровья моего будущего малыша. А как вы считаете, подобные акции полезны? Я считаю, конечно, очень полезны, потому что все мы, когда становимся мамами, когда в нас зарождается жизнь, мы становимся очень эмоциональными, у нас возникает много вопросов, которые раньше нам бы в голову не пришли, и специалисты готовы принять нас, услышать наши страхи и разрешить наши сомнения. Спасибо. Спасибо.